Приветствую всех слушателей и зрителей, всех, кто пришел сегодня на наш эфир. Как некоторые написали, не совсем удобное время, потому что сегодня проходит всероссийский забег.рф. Но здесь мы ничего не можем поделаться. На самом деле, если у вас есть желание, то вы можете посмотреть с телефона и с любой точки, где есть доступ. Но если кто-то будет иметь сложности с картинкой или со звуком, то запись этого эфира будет выложена в общий доступ. Просто мы это не анонсировали, чтобы побольше было зрителей именно в живом эфире, и у вас была возможность спросить что-то, если такая необходимость будет. Сразу скажу, что сейчас у вас нет возможности включить микрофон. По окончании моего рассказа поднимайте руку, пожалуйста, там специальной кнопочкой, и модератор будет давать возможность вам подключиться. Я вас услышу, и поэтому, собственно, будет отвечать. Пока вот еще кто-то, может быть, подключается, скажу, что эфир этот предназначен больше для новичков, конечно, для тех, кто только начинает или думает начинать и начинать, Ну и для тех, кто уже бегает и вот считает вопрос о том, насколько, как можно долго продуктивно прогрессировать и не выгорать при этом эмоционально, в первую очередь, конечно. Ну и физически тоже. Будет об этом разговор. Для тех, кто начинает, хочу вас поддержать и поприветствовать. Да, это очень хорошо, что вы начали заниматься бегом. Не факт, что вы будете бегать там следующие 10 или 20 лет, может, вам захочется уйти в какую-то другую активность физическую. Но могу вас уверить, что бег дает базу не только выносливости, хотя, казалось бы, основной – это выносливость, но и его воздействие на организм гораздо шире. И сейчас я об этом скажу тоже, так коснусь. И в любом случае бегают в большом спорте, в профессиональном, не только бегуны далеко, но и бегают футболисты, борцы, хоккеисты, ну любые игровики, в принципе, другие виды спорта. И даже шахматисты, ну не все, конечно, шахматисты бегают, там кто-то может быть в силу телосложения, но сам факт, что бег является такой самой простой и основополагающей активностью для многих видов спорта – это факт. И начать решил с примеров. Два примера. Один из профессионального спорта, то есть из высших достижений, и один из любительского. Мало кто знает, что я изначально был специалистом в стипольчезе, это бег с препятствиями, где на дистанции 3000 метров всего. То есть очень далеко от марафона, или даже от полмарафона. Это было в юниорском возрасте, то есть до 19 лет. И в этом возрасте дистанция есть и 5, и 10, и 20 километров. Марафон не проводится в силу разных ограничений. Я имею в виду, не проводится на чемпионатах страны, на чемпионате мира юниорском. Но такие люди были, и понятное дело, что мои ровесники в том поколении были, имели больше шансов преуспеть в марафоне. И когда я бежал в свой дебютный марафон в 22 года, я показал результат 2.19.44. И был безмерно рад этому достаточно быстрому времени, сразу норматив мастера спорта. Но в этом же забеге, в этом же марафоне участвовал мой сверстник, который показал 2.13. Тоже там 40 с чем-то, то есть ровно на 6 минут меня обогнал. И меня это прямо бескуражило. Потому что в возрасте юниорском, 18-19 лет, он не входил даже в пятерку лидера. То есть я думал, что-то там, я прям отстаю, что-то со мной не так. Но оказалось на практике, что это был его звездный час. Причем, то есть больше быстрее он не бежал. Он продолжал соревноваться несколько лет еще, но бежал только хуже. И то же самое относилось и к ребятам, которые с ним вместе тренировались, чуть старше. Тоже они бежали. Вот конкретно в 1991 году мой дебютный марафон. Бежали меня, а потом прогрессировать не получалось. Максимум там 2.14-2.15. Что они могли. Это такой вот один пример. А я при этом отношусь к счастливчикам, которым удалось не только прогрессировать много лет после первого старта марафона, но и удерживать свой уровень. То есть в 1997 году я показал свой лучший результат, но выступал на этом уровне до 2006 года. Нельзя сказать, что он был все время гладким таким. Были и падения тоже результатов, и травмы какие-то. Две даже были серьезные, потребовавшие операции. Но факт остается фактом, что я вот такой долгой времени не удавалось удержаться на высоком уровне. Теперь второй пример из любительского спорта. Где-то примерно лет 10 назад, наверное, в 2013 году появился на беговом небосклоне любительском бегун по имени Дмитрий. Фамилию не буду называть в силу просто таких вот этических причин. Который за буквально полтора года с момента начала тренировок показал очень высокий результат. Он дошел до уровня, до результата 2.36 в марафоне. Это, ну, кто не знает, кто не знает, чем новички, это очень высокий результат. То есть из любителей, ну, не то что единицы, прям, я думаю, меньше 1% так бегут. А поскольку он был молодой, ему было там 27-28 лет, он еще смотрел на более высокие 2.24 конкретно. То есть это уровень кандидата в мастера спорта. Вот, но к его разочарованию все, это был его, вот, звездный час. Потом у него результаты прям упали до 3 часов, что все равно быстро, но не так, как он мог и как он рассчитывал. Вот, и в итоге спустя еще 2-3 года он пропал вообще. Видимо, потерял интерес и перестал бегать. Вот, и вот эти вот два примера, они показывают, что, ну, такие, это крайние такие случаи того, что может произойти негативного спортсмена. Причем, я подчеркну, они не получили травму, не перенесли какое-то тяжелое заболевание, которое объективно их вымело из колеи. Да, это просто было вот такое вот, такое течение обстоятельств. Я там точных деталей не знаю, но это вот факт. И задуматься о том, как вообще этого избежать, мне пришло время, только когда я сам начал тренировать. Это где-то 2005-2006 год, то есть спустя, ну, еще я не закончил, продолжал. Мне это было относительно легко представить, потому что я уже, во-первых, сам имел за спиной такой длительный стаж выступлений на высоком уровне. И плюс я все-таки анализировал, смотрел на тех, кто бегает рядом и тренируется. И могу сказать, что факторов, конечно, много, влияющих на долгожительство в спорте. Я сейчас, когда говорю о долгожительстве в спорте, я имею в виду и профессиональный, и любительский бег. То есть и то, и другое примерно справедливо, хотя отличается по уровню результат. Что факторов много, там и наследственные в том числе, и бытовые, и другие. Но всех этих людей, кто долго бегает и не сбавляет, и эмоционально не угорает, объединяет минимум два. Первое – это фундаментальность подготовки. И второе – контроль своих стремлений к жажде быстрых результатов. Это вот сейчас я расшифрую, что имеется в виду. Но сначала начну про фундаментальность. Я очень люблю аналогии делать в разных примерах. Чаще всего автомобильные, но вот сегодня будет другая. Представьте, дом строится. Ну, предположим, там, двухэтажный частный дом. Сначала копается котлован, фундамент закладывается, потом нулевой цикл, стены, крыша, окна, потом отделка. Вот. Да, еще перед этим надо проект. Обязательно я что-то начал с проекта, да? И потом отделка, если начать отделку, то есть, допустим, первый этаж, отделку сразу там начали, а второй еще только что роется, то сами понимаете, это, мягко говоря, неразумно. Так вести дело. То есть, сначала все заканчивается, и в процессе еще возведения стен еще и закладываются там коммуникации. Там, пент-каналы, водоотвод, электропроводка, ну, по крайней местам, где под электропроводку и так далее. Под газоснабжение. То есть, все это предусматривается заранее. И если перевести, перенести эту аналогию на бег, то, ну, планирование, да, план тренировок, понятное дело, сейчас мало кто даже самостоятельно тренируется, все стараются план тренировок хотя бы там скачать какой-то заранее подготовленный, и на это дело я скажу, что лучше какой-нибудь план, чем тренировки просто на обувь. Ну, даже если вы не стремитесь к высоким результатам, просто какой-то план должен быть. Вот. И второе – это вот аналог фундамента и прочных стен является как раз общевизическая подготовка, силовая и техническая. Техническую можно идти к специальной физической подготовке. Вот. Это все является основой. И если этого, это проигнорировать, то, соответственно, все будет дальше и иметь намного больше шансов полететь к артрары. И здесь логичным вытекает следующий пункт. Второй, напомню, это контроль или умеренность в своих соемцемлений к быстрым результатам. Здесь таким примером может быть, опять же, лет 10 или 11 назад. Ладно, не буду. Такие примеры. То есть, когда я вижу, что какой-то клуб или тренер анонсирует в рекламе своей, что мы подготовим вас к такой-то дистанции за такое-то время, то я не просто скептически улыбаюсь, а я прям хочется кричать от возмущения и боли. Потому что это как раз то, что апеллирует к стремлению человека достичь быстрых результатов. Это особенно касается тех людей, которые относят себя к достигаторам, то есть к успешным в карьере или в своем бизнесе или в каком-то еще. И они привыкли, что они достигают, ставят высокую цель и к ней стремятся. Я не буду учить вас там, как в бизнесе это работает, поскольку далеко не то, что не эксперт, а даже очень мало знают. Но в спорте это точно не работает. Точнее так, сработать может, но очень маленького процента. И то за счет того, что мы эксплуатируем свои возможности. У кого-то здоровье посильнее, как вот у Дмитрия с примером начали, он может за счет такого вот форсирования нагрузки, можно так сказать, он спрогрессирует, достиг высокого результата. А у кого-то это быстро приводит к травме, ну или к тренировке, к напряжению. И здесь приобретает первоочередное значение как раз не просто планирование, а вот сказать себе, что сейчас я сначала пойму вообще, на что я способен или способна. И исходя из этого, дальше строить план тренировок. Я могу сказать, что вот один из моих коньков, таких вот конек мой, это техника бега. И вроде она как бы не особо требует много силы, но на самом деле требует. Но самое главное, если даже брать, вот взять группу там 10 человек, которые я на условном каком-то тренинге начинаю с ними заниматься, делать упражнения на технику бега, то у двоих-троих получается, ну, среднестатистически, практически там с первого или с второго раза, а у одного-двух вообще не получается. Ну, то есть пять раз. То есть приходится с ними всем сказать, стоп, сейчас вот я покажу на этом человеке как. Я прямо индивидуально приходится двигать. Это не то, что они хуже, спортсмены, это просто у них такая особенность нервной системы, которая, чтобы для сформирования, формирования нервно-мышечной передачи правильной, нужно больше времени, чуть более упрощенные упражнения. Вот это вот то, что является такой важным моментом. И силовая подготовка бегуна, она должна быть специфическая. То есть это не силовая, там на тренажерах, тренажерном зале, которые делают, ну, допустим, тренеры по фитнесу, по кроссфиту там и так далее. То есть это все правильно нужно, но длиной бегуну нужна немножечко другая специфика. И сейчас сегодняшняя не цель наша разговаривать о специфике силовой подготовки бегуна. Здесь цель моя сказать вам, что это нужно. И, кстати говоря, вот еще один момент, как понять, на что вы способны, это тестирование. И оно не обязательно должно быть дорогим и сложным. Хотя, конечно, если есть возможность сделать в лаборатории специализирование тестирования на пульсовые зоны, там, с газоанализатором, с забором крови на лактат, это более информативно. Более, так сказать, даст больше информации и, соответственно, легче планировать будет. Но есть простые тесты, которые применяли прямо в те времена, когда я был ребенком, просто в физкультурном диспансере. Там степ-тест с подъема и опусканием на скамейку. И есть такой еще проба Руфье Диксона. Вот мы ее применяем в школе бега очень активно со всеми новыми учениками. Она... То есть для нее требуется только секундомер и состояние отдохнувшее, скажем так. То есть не после недосыпа. Она... Проба выполняется в течение трех минут. И она дает в первом приближении понимание, насколько работоспособность среди штатской системы и способность к восстановлению позволяет конкретному человеку готовиться к той или иной дистанции. Как пример приведу такой вот из опыта своего. Я некоторое время, лет 7 назад, работал в Адидасе таким приглашенным специалистом над их проектом «Спортивная академия». И там мы разработали тренировочные программы для подготовки к разным дистанциям. И в том числе я настоял, чтобы включить в это вот как раз проба Руфье. И кто-то из работников прям компании такой, ну, сами понимаете, Адидас, компании, проведающей спортивную экипировку. Да, там большинство сотрудников такие все физически активные. Вот. Когда был выбор, предложено было выбрать, в какой дистанции готовиться, один человек выбрал марафон. Но после выполнения проба Руфье у него оказалось, что максимум, на что его можно начать готовить, то есть не выходить на старт, начать готовить, это дистанция 10 километров. Вот. И я ему обосновал, почему. То есть не просто вот, что у него индекс Руфье высокий слишком, а что это означает и что, какие опасности таит в себе вот такая ранее подготовка к слишком длинной дистанции. Вот. А да, я спросил, а что вы занимаетесь? Он говорит, я вот вернолыжник, я там 5-6 раз за сезон выезжаю, а летом там на каяке. Ну, то есть такая нагрузка совсем другая. Она вроде и требует некоторой выносливости, но нет, не той. Большей координации и силы. Вот. И все это тоже вот влияет, если вы начнете полномерно с оценкой адекватных возможностей ваших, точнее так, с адекватной оценкой ваших возможностей, то это будет вам отличным стартом, вот тем самым фундаментом, который обеспечит долгосрочную подготовку, ну, тренировку. Почему здесь я так подробно останавливаюсь на физической стороне дела и меньше на эмоциональной? Потому что они связаны. Вот представьте, что вы готовитесь, ну, я буду сразу в марафон, поскольку самая частая такая, точнее не самая частая дистанция, а самая к той, которой многие стремятся любители, и один результат показали, там, предположим, 4 часа 10 минут, следующий, там, 3.55, потом какой-то маленький прогресс, 3.52, а потом получилось, что вы съездили на кэмп, там, какие-то еще больше времени стали выделять тренировкам, и наметились там на 3.30. Такой хороший, высокий результат для любителя, 5 минут на километр. Но не пошло, там, пробежали 3.35, и человек разочаровывается, но если это, там, 3-4 марафон, куда не шло. А когда действительно много лет, и особо прогресса нет, и никаких других интересов, и вот это тогда мы называем выгорание. Да, это касается, собственно, если вы в работе тоже посвящаете себя, много работе, там, сверхурочно, и потом какой-то ступор наступает. Вот. Это связано с тем, что ожидания не оправдывают, то есть результаты не оправдывают ожидания. И они связаны с тем, почему не получилось выполнить ту нагрузку, которую привезла к высокому результату. Потому что где-то слабость есть, где-то чуть заболела, ну, маленькие какие-то, где-то коленочка заболела, где-то там на кознице, а может спина ограничивает. И это все вы воспринимаете, идете, там есть возможность пойти к топоративному травматологу хорошему, но вылечил он вас. А причину-то он не убирает. То есть есть, которые, конечно, хорошие, которые предписывают какую-то ЛФК, лечебную физкультуру, комплекс упражнений. При этом вы должны ее проделать, сделать шаг назад в нагрузках, а сезон идет, хочется-то не выпадать из процесса тренировочного. То есть вот эти все моменты надо очень, очень важно учитывать. Вот. И когда физическая сторона и результаты итоговые на протоколе финишном не оправдывают, не отражают ожидания, вот тогда и начинается подспудно сформироваться вот эта вот разочарованность в порте и, как правило, потом уход. Вот. Это меня очень так, как тренера, огорчает, потому что, не потому что человек уходит из, как сказать, допустим, у меня занимался и потом перестает мне тренироваться и, соответственно, доход я теряю. Нет, вовсе не поэтому. На самом деле я огорчаюсь за любого бегуна, который даже у меня просто совет спросил. Вот. То есть, потому что это же хорошо, когда, если представьте, если хотя бы половина людей будет заниматься бегом, то все общество будет гораздо более здоровее раз и доброжелательнее, потому что бегуны все-таки в целом доброжелательные люди по отношению друг к другу. Поэтому я себя такое вижу вот в этой миссии, в этой вернее, на этом пути, такую свою некую миссию по поляризации. И если вы сможете вот пойти, ну, учитывать эти факты и эти моменты, то вам будет гораздо легче удержаться. И, кстати говоря, интерес можно поддерживать совершенно разным способом. Не только увеличением дистанции или улучшением результата, но и включением разнообразия. То есть, ну, вот, если бег брать, то это трейл и многодневные трейлы. Ну, это поле такое сложное. А вот есть способ попробовать себя в других видах спорта. Например, ну, триатлон такой дороговатый чуть-чуть спорт, но если брать короткую дистанцию, там сейчас очень много проводится спринт, олимпийских дистанций, то это прям такой вносит свежую струю. И в то же время, если вам этого времени много, требуется для подготовки знакомиться в любой другой спорте, то возвращаясь в бег, потом можно, как сказать, с другим вкусом, что ли, вернуться к нему, приступить и понять, что есть разные вещи. Чтобы все это знать и оценить, конечно, объективно, да, лучший взгляд со стороны. То есть, если у вас есть тренер или консультант, то это гораздо правильнее, потому что кроме того, что он со стороны смотрит и видит картину шире, это человек, который еще и знает вообще, ну, опыт имеет в этом деле. Как свой личный спортивный спортсмен, если он не был высококлассным спортсменом, вовсе не значит, что он плохой тренер. Он может иметь большой опыт, ну, во-первых, образование какое-то, не обязательно физкультурное, там, а какие-то дополнительные источники образования. И может иметь опыт работы с другими учениками. То есть, я когда вот начинал, то есть, тренер, я, Леонид Швецов, 15 лет назад, это совсем другой, чем тот, который я сейчас. То есть, вот именно, к чему я примеры привожу разные, потому что как раз вот это одно на другое накладывается, информация потом суммируется, есть такое даже вооружение, информация интуиции. Некоторые вещи тренер принимает интуитивно, некоторые решения, вернее, но основываясь на вот таком вот большом опыте. Вот. И сейчас я вовсе не буду вас агитировать записываться в школу бега Леонида Швецова, хотя буду рад вас видеть там, потому что я-то верю, что я могу обещать, что наша программа, наша подготовка очень как раз соответствует той фундаментальности и заботится о том, что если те ученики, которые чрезмерно амбициозны, мы их как бы приземляем чуть-чуть, вот, не совсем зачаровываем, да, что вы не можете бежать три часа в марафон, вот. Но я здесь, сегодняшняя тема, вот как раз ответить на вопрос, как тренироваться долго и не выгорать, тренироваться и соревноваться, вот. И ввожу к мысли о том, что вот информация, которая у вас есть, она как раз является основой вот принятия правильных решений, вот. Но поскольку мы живем в век большой, век дата, да, то найти, какая как бы нужна информация, нужно перелопатить очень много. И плюс еще не все далеко является правдой. Потому что я скажу, я не знаю, может, вы кто-то специалист в других сферах деятельности человеческой, похожие ставишься, но я знаю, что все, что касается обеги, особенно лет в 2014-2015, когда пошел такой сильный подъем популярности бега в России, было очень много такого откровенно шарлатанского контента. Позволю себе такой англоязычный термин, и сейчас он все равно есть. Я раньше такой боролся, как Доргихот с мельницами, писал комментарии, да это все чушь собачья и так далее. Потом понял, что такое поведение вызывает у людей не всегда положительную реакцию, не все знают, кто такой Леонид Швецов, и думают, что какой-то фрик, который вылез тут и ругается, не одна на второй. Особенно, если автор уже имеет там 10 тысяч или больше подписчиков. И я тогда, ну, если побеседовать с другими, я понял, что надо просто делать свое дело и этим, так или иначе, нести добро людям. И те, кто почувствовал, те поделятся с знакомыми, с друзьями, с родственниками. У нас, допустим, достаточно немало тех, кто либо привел сам в школу бега, либо даже сертификат подарочный, купил там свои супруги, своей девушке, своим родственникам. Даже детей приводят, некоторые родители, чтобы занимались ними, потому что нет возможности в спортивной школе в своем году. И здесь просто вот у нас с сотрудниками, с моими компаньонами родилась идея о создании источника такого вот отфильтрованного контента. Конечно, в первую очередь там будет мой собственный опыт с точки зрения спортсмена, с точки зрения тренера, плюс опыт обучения, то, которое я прошел сам уже как тренерское. И немного будет того, что я почерпнул из научных статей, из каких-то разных источников. Большинство из них англоязычные, но потому что у нас советская спортивная наука в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е даже годы была очень сильная. Много у нас заимствовали чего, включая восточные немцы, то есть в ГДР, в Восточной Германии, когда была произведена Германия, вот в ГДР в маленькой стране спорт был очень силен. И они, как вот, знаете, немецкая скрупулезность, они подошли к... Потому что государство было молодое, они просто взяли советский опыт спортивных учреждений и его умножили на свою такую вот скрупулезность, еще раз повторяю слово такое. И их спорт был на очень высоком уровне, в широком диапазоне видов спорта. Вот сейчас, я имею в виду сейчас, это вот нулевые десятые годы и дальше, у нас в силу экономических и других обстоятельств снизилась вот такая вот научная работа в области спорта. Ну и плюс, та, которая ведется, она направлена больше на спорт высших достижений, а вот любительский бег, в частности, вот бег именно, любительский спорт, он как раз получил развитие в том числе в научных исследованиях университетов западных, американских, европейских. Это то, что тоже я беру как материал для своей работы, собственно, тренерской, и потом для тех, кто на консультации ко мне обращается. Вот, все это будет собрано в закрытом телеграм-канале, как сейчас многие эксперты делают, небольшую плату за подписку, и, соответственно, собирается информация. Вот, мы уже провели определенную работу по созданию базы знаний, то есть там есть база видеоупражнений, видео-правлики с упражнениями, которые мы используем в школе бега, программы подготовки к дистанциям 5-10 километров, все подкасты, которые я записал ранее, и там в силу определенных причин, они теперь недоступны в открытом доступе, потому что такое так сложилось, становление школы бега, из-за одного персонажа. Вот, но мы все восстановили, и вот теперь это будет в базе данных, в базе знаний телеграм-канала этого. Вот, все это можно слушать в комфортном темпе, в комфортных условиях. Вот, мы специально, кстати, кто не знаком, что у меня есть подкаст, там больше 90 выпусков, и все они короткие, то есть они 10-12, там максимум 15 минут. Вот, старался сделать их информативными, и простыми для понимания. Вот, где-то там скатывался в сложные термины, но всегда есть возможность. Кстати, в телеграм-канале, понятное дело, что это с обратной связью, телеграм-канал, то есть все вопросы будут отвечаться, и будет раз в месяц вот подобный эфир уже тематический, то есть не просто общие вот такие ознакомительные, но уже тематические, включая по темам, которые будут прилагать подписчики. Вот, стоимость подписки месячной будет 500 рублей, и для пробы, для тех, кто у нас бесплатного периода не будет, будет скидка 50%, то есть 250 рублей. Это эквивалентно, то есть 500 рублей, это 17 рублей в день, которые, так сказать, мягко говоря, смешная сумма, понятное дело, что она умножается на 30 дней всегда, но все равно это намного меньше, чем большинство таких вот экспертов из разных областей делают плату, и это все-таки повысит вашу увлеченность и сконцентрированность на информации. То есть вы будете, я просто по себе знаю, что все, что бесплатно, любой тренинг, любой этот, он такой, ну и натощишься, а потом когда-нибудь послушают. Здесь же наша цель вот создать такое сообщество людей, которые будут относиться серьезно и будут задавать вопросы и получать ответы. Информации о том, как подписаться, будет в нашей группе ВКонтакте, собственно, там, где группа «Школа бега» Леонида Швецова, там, где вы видели этот анонс сегодняшнего эфира. И все вопросы, все там по порядку подписки, они будут тоже там. Вот, поэтому я вас призываю, приглашаю присоединиться к нам и само собой, что если по какой-то причине вам не подходит, не нравится или вы уже все узнали и больше нет смысла, то отписаться можно в мой момент, в мой день. Сейчас вот у меня 30 минут прошло начало моего разговора, я, честно говоря, составил себе план небольшой, но забыл очки и поэтому не посчитал, что это будет совсем не совсем красиво выглядеть, если я буду подглядывать, прищуриваясь. Поэтому вот рассказал по памяти, что знал, что, вернее, наметил и просто постарался убедить вас в том, что вот совсем не убедить, а вот сказать, собственно, ответить на тему, которую было озвучено, как долго прогрессировать и как не выгорать. Это повторюсь основа этого это фундаментальность подготовки. Она определит и позволит вам первое не травмироваться, самое главное, да, то есть почему сразу тормозится прогресс, потому что не может восстановиться полноценно между тренировками или появляются травмы. И второе это вот эмоциональное физическое выгорание на основе предыдущего, да, то есть что-то такое идет не так, вы все равно стараетесь, упираетесь, это касается, кстати говоря, многих профессиональных спортсменов, вот, потому что профессиональный спортсмен, если он шел к этому с детского школьного возраста и он не мыслит себя другим, в другой деятельности долго, думает, ну пока там 37-40 не исполнилось, буду пытаться что-то выдавить из себя, вот, не идти работать, вот, здесь же в любительском спорте все чуть попроще, да, ну не получается, интерес и неинтерес падает, и человек махает, машет рукой и уходит совсем, и, кстати, нередко вот после такого резкого ухода из спортивической активности, если нет другой замены его не происходит, то человек еще и здоровье ухудшается, вес набирается, там резко снижается, ну не резко, а через некоторое время связи с сосудистой такая вот выносливость, кстати говоря, вот еще хотел сказать, сейчас вспомнил о том, что также надо учитывать вот в плане оценки своих возможностей к прогрессу это возраст, в большом спорте вы знаете наверняка, да, что это 35-38 максимум 40 лет, вот я до 40 лет соревновался, выступал, вот в 40 лет решил повесить кроссовки на гвоздь, вот, в любительном спорте это гораздо дольше в принципе происходит, то есть кто-то приходит там ближе к 40 уже и прогрессирует несколько лет, может соревноваться, вот, кому-то удается это и за 50-м, например, наверняка многим известен Юрий Строфилов показывает чудо-результаты, впрочем, он все-таки является таким исключением из общего правила, но, по крайней мере, пример для подражания многим точности, в том числе, даже и мне, чуть-чуть, но здесь у меня другая ситуация, вот, и вот в любительном спорте возраст такой вот условно пограничный, это 45, 45 лет, плюс-минус там два года у кого как, это возраст, после которого как бы гормональный фон общий, такой начинает более резкое снижение, чем раньше, вообще пика в гормональной форме это 20-25 лет, вот период, у женщин чуть раньше, у мужчин чуть позже, ну вот примерно так, 20-25 лет, оптимальный возраст для достижения результатов физических и для там где-то рождения там у кого-то, вот, вопреки сложившимся таким вот стереотипам, вот, но после 25-ти все снижение гормонального фона очень плавный характер носит и не особо заметно, да, вот после 45-ти больше резко, но в большом спорте могу сказать так, я вот до 30-ти прям лет фигачил, говоря таким сленговым языком, а потом заметил, что мне вот между тренировками тяжелыми, мощными, требуется гораздо больше восстановления, восстановления, то есть моя средняя скорость аэробного бега, это первая-вторая пульсовая зона, она снизилась, то есть если я бегал там во второй зоне по 3.40-3.45 на километр, темно, эти длительные тренировки идут, или там у 3.30, то вот когда уже ближе там, ну 32-33 и больше лет, то есть я эта средняя скорость снизилась, если вот за недельный весь микроцик, но уровень результатов вовсе не упал, просто стал реже стартовать. Кстати говоря, еще один такой совет, который я себе ставил в план, но тогда не упомянул, но лучше в конце, это если у вас в какой-то причине, вот вы считаете, что вы тренировались, это сейчас я обращаюсь к тем, кто уже бегает несколько лет, вот провели отличную подготовку там, веселье, зимнее веселье, запланировал несколько результатов, несколько результатов, да, немного стартов и не получалось. Может быть, у вас слишком много их было, то есть в любом случае какой-то разочаровывающий результат, это не повод впадать в уныние, тем более в депрессию, а это повод проанализировать, то есть сравнить, что было, когда вы лучше результат показали, в подготовке имеется, не в соревновании, и когда у вас чуть-чуть не получилось. Один из резервов может крыться в том, чтобы вам уменьшить соревнования, количество соревнований и сфокусироваться на главном, я имею в виду, проходящих соревнований, то есть сделать вместо там четырех-пяти стартов сделать три, но между ними, чтобы было больше возможности к восстановлению и тренировкам, как раз вот связано, если особенно, мы все возраст в обратную никогда не отсчитываем, только плюс, и вот если у вас там сорок-два, сорок-три, к сорок-пяти подходит, может быть причина в этом. И это тоже надо учитывать при вот планировании в дальнейшем. Вот, то есть говорить себе, что да, такое бывает, и бывает со всеми, я могу сказать, что у меня за вот эту карьеру марафонскую с 91-го по 2009-й год, у меня было минимум три таких сетбэка серьезных, один связан был с, все три собственно с травами связаны, но им предшествовало всегда вот такое сначала падение работоспособности, результаты, а потом уже была драма. Святая ли она была с этим? С тем, что вот такая вот мышечно-связочная усталость, которая выражалась, то есть можно сказать мышечно-связочная перегрузка. И это вот тоже основание для того, чтобы проанализировать, подумать, вот, а уж кто это будет делать, вы сами на основании информации, которую вы получаете о себе и в целом статистике спортивных или от тренеров, вот, это уже вам решать. Поэтому собственно, на этом заканчиваю сегодня. Если у тех, кто слушал, есть вопрос, пожалуйста, поднимайте руку и модератор вам даст возможность подключиться. Я пока посижу молчу. Спасибо. Добрый день, Леонид. Слышно меня? А, слышно, говорите. Спасибо вам большое за такую интересную лекцию. Такой вопрос как раз в тему. Вот в последнее время заметил, что длительные тренировки, воскресные, когда они уже два, два с половиной часа сейчас бежать, становится тяжело бежать просто эмоционально. Где-то часа через полтора уже просто из-за того, что то ли скучно становится, то ли резко становится тяжелее. И в то же время, когда бежишь в кампании с тем же темпом, то есть набирается группа небольшая, там 2-3 человека, и вот с одним темпом бежим, разговариваем, оно переносит намного легче. Как вот какие-то лайфхаки, может быть, как вот длительный бег более в плане именно, чтобы он не такой рутинный становился, как его можно разнообразить. Потому что вот, например, бег, который там в среде недели, он может тоже там полтора часа тренировка длится, но, например, там с разным темпом, оно воспринимается более легко. Потому что вот бежишь, знаешь, сейчас в этом темпе еще там 10-15 минут, потом вот это, и как-то оно по-другому совсем происходит. Вот есть какие-то, может быть, или просто вот смириться, и оно как-то само собой станет полегче. Здесь у меня два таких я применял способы, даже три, наверное. Но третий, он зависит от тренера. Первый способ – это я начинал внутренне петь. Допустим, вот когда бежал в 35-40, ну, в 40 я мало бегал тренировок за свою тарифу, а вот 35-36 – много. Соответственно, для меня это занимало где-то 2 часа 20-2 часа 30 минут. Понятно? Вот тебе тоже самый пример, то есть когда два с половиной себя бежать. И где-то вот с отметки, наверное… Ну, у меня обычно заступовало час пятьдесят, наверное, вот так. Я начинал петь. Песни как-то подбирались у меня сами собой. Но самая часть, вот сейчас вспомню, это «We're the champions», поскольку я слова знал. Не петь не вслух, конечно. Потому что я вот… Причем особенно это работало прям воодушевляюще, когда погода плохая. То есть какой-нибудь ноябрьский дождь. Вот. Помимо просто такой вот монотонности еще и какие-то отрицательные внешние факторы. Или снег там, ну, в смысле, по улице. Это, причем, разные песни. Можно, в принципе, занять голову размышлениями, но не каждый может на такой усталости размышлять что-то. Вот. Кстати говоря, хочу отметить, что не обязательно таких тренировок длительных прям сохранять жесткую скорость равномерную. То есть хотя я старался сохранять. Вот. Но здесь работает, когда вот за час сорок, за час пятьдесят переваливает, здесь больше работает биохимия вот этой энергообмена. Она перестраивается, и вот она тренируется. Поэтому здесь, если скорость чуть упала, но не совсем до пешего, то это. То есть вот такой способ. Второй способ – это холмы. То есть если я, у меня по пути есть места, где длинные подъемы, вот, я сбегаю, ну, например, мост. Типичный пример – это такой мост длинный, не коротенький мост, но метров там триста-четыреста подъем. Допустим, вот у нас на набережной мост через Волгу, а сам мост три километра с лишним, но первый его вот этот горб, где сделаны проезды для пароходов, он такой подъемочек. Вот. И я намечал себе, что вот я пробегу, допустим, час, сделаю этот подъем и спуск, то есть пробегу туда и назад, потом обратно, потом еще 15 минут. И вот этот вот кусок засекал себе. То есть здесь таким образом создается эффект вот этого вот разбивания на сегменты. И тогда думаешь не о том, чтобы бежать два с половиной часа, а о том, что я вот, знаю, через полтора пробегу этот. И интересно будет, как я еще через, там, 20 минут уже на более высоких утомлений пробегу этот же отрезок и какие будут усилия. Это вот прям, особенно на сборах, когда далеко не убежишь, не уедешь, а все время по одному и тому же месту. Ну, почти всегда мы по одному этажу мастерируемся. Но когда мы дома, мы можем там сесть на автомобиль и куда-то варьировать. Вот, когда я из дома, то у меня вот так вот было. Вот. И третий, это, собственно говоря, когда длительный бег, я его делал переменным. То есть, поскольку в профессиональном спорте все-таки бег на длинную дистанцию, на, не так, бег на темп на марафоне у меня высокий, вот, например, был, да, 309, 303 на километр. И сейчас таким темпом длительный бег – это полное сумасшествие, да, то есть это, я там таким темпом делал интервалы там длинные по 2, по 3, длина по 5 километров, то есть вот 303, 305, вот. Но когда я делал, включал в длительный бег вот такие сегменты, к чему я сказал, что от тренера зависит, то есть это лучше делать, только если тренер запланировал. Если не запланировал, так немножко опасность есть переборщить нагрузку. Вот. Но, в принципе, можно даже, вот, допустим, если готовитесь на результат, там, 3,30, условно, да, это соревновательная скорость 5 минут на километр, то, скорее всего, вторая пульсовая зона будет чуть медленнее, там, ну, 5,20. И вот можно за условных 2,5 часа наметить себе два сегмента, где пробежать по 15 минут вот с соревновательной скоростью. То есть, таким образом у организма появляется ощущение, что вы бежите на усталости вот этот свой марафонский темп. Причем, именно не стараться его в конце накатить, а вот где-то, я говорю, между, ну, в интервале, например, от, там, час 35 до час 50 и потом от, там, 2,05 до 2,20. Вот, ну, всегда оставлять желательно в конце чуть-чуть, вот, хвостик помедленнее, чтобы как заминка была, чтобы не финишировать с высушенным языком, да, на высокой интенсивности. Вот. Это вот такие вот вещи, которые применял я, и они, в принципе, работали всегда. А я тренировался львиную долю в одиночестве. То есть, вот, хотя мне знакомо ощущение бега в компании, вот. Но здесь, кстати, другая опасность таится, что если в компании кто-то один сильнее, то либо ему надо поступиться темпом другим или, наоборот, другим бежать. Это вот, кстати говоря, один из минусов всем известного Дайхарда, да, когда их, они вроде разбиваются на группы, все бегуны, ну, по разным темпам, и можно подобрать по силам свою, но люди частенько переоценивают и думают, я-то сейчас на тренерусь, побегу с теми, кто побежит, по-моему, почти. А в итоге наедается, и потом либо не добегает, либо финиш добегает со всеми, но ощущение, как будто он на соревнованиях побежал, а не на тренировках. Вот. Так что здесь вот немножко в компании палка о двух концах. Почему? То есть надо быть именно уверенным, что это для вас тот темп, который вам нужен. Я, кстати, в таких случаях вот живя, когда в Америке, попадался, у нас там были группы большие с марокканцами, с генийцами, ну, точнее, спортсмены были, а группы не, и она формировалась так спонтанно. Если я чувствовал, что мне вот чуть быстровато, я совершенно спокойно отставал и не продолжал бежать с группой, потому что, ну, заводится, ребят, что там говорить. Вот. Тоже, кстати говоря, одна из причин, почему я долго, потому что я своим темпом тренировался. Вот. Ну, надеюсь, ответил на вопрос. Собственно, мы так бегали в Кисловодске с вами. Мы же побежали, и за разговорами, за наблюдениями, там, вот там Эльбрус, а вот там тещина язык и так далее. Отмекало же. Добрый день, Леонид. Да, слушай. Да, да, слушай. Во-первых, разрешите поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы делитесь драгоценным опытом. Действительно, верно отметили, что очень много недостоверной шарлатанской информации, средств массовой информации. Поэтому вам большая благодарность за то, что вы также делитесь практическими навыками, опытом, и продвигаете идеологию естественного бега. Спасибо. У меня вопросы. Я начинающий бегун, любитель. Соответственно, зачастую, наверное, как и многие, сталкиваюсь с проблемой о том, что при беге на относительно небольшом темпе сталкиваюсь с отдышкой, поэтому приходится переходить на шаг. В подобном режиме я, собственно, где-то порядка полугода бегаю. Прогресс пока не наблюдается в плане того, что перейти на регулярный бег. Соответственно, вопрос, есть ли какие-то, может быть, практические советы, как ускорить процесс адаптации дыхательной системы, чтобы улучшить ее показатели и перейти на уже непрерывный бег. Спасибо. Не отключайтесь пока. А пульс какой при этом у вас? Вы знаете, я постараюсь бегать в пульсовой зоне 120-140. Естественно, при достижении 140, у меня как раз где-то 140-145 начинается отдышка, так сказать. Поэтому, собственно, перехожу на бег при достижении такого порога. На шаг, в смысле, да? Да, на шаг, да, на шаг, да. Ну, здесь, да, вроде по пульсу вы соблюдаете все, что нужно правильно, но я не знаю всех там других нюансов вашего состояния, самочувствия. Попробуйте часть тренировок бежать прямо вот черепашьим темпом. Ну, такую часть, ну, допустим, из четырех тренировок, если вы там четыре раза в неделю тренируетесь, ну, одну в идеале две. То есть вот не 120-140, а прямо еще медленнее. Я понимаю, что, скорее всего, это у вас будет шаг, но объясню, почему так нужно, почему это может сработать. Вот именно такой вот черепаший темп, потому что на вот на медленном беге, на исключительно медленном беге вырабатывается способность работы сердца к такому вот суперэкономичным комфортным темпе. То есть тот, который мы условно можем поддерживать много часов, ну, с точки зрения энергии, если бы у вас выносливость позволяла вот бежать нескольких часов, то вот энергоснабжение при таком низком темпе вам позволило бежать там 5-6 часов, даже 10 часов. Ну, то есть, собственно, то, на которое бегают ультрамарафонцы. Там 100 километров, 12-часовой бег. Вот. Они бегут как раз вот в таком вот режиме. И возможно, что у вас... Да, все это развивается, что происходит на микроскопическом уровне. Мышцы и сердце. А в этом режиме вырабатывают как раз вот... Усиливают капилляризацию. То есть капилляры – это микрососуды, в которых происходит газообмен. То есть вот все сосудистые русла, которые у нас на аорте, такого диаметра, что возделяется на артерии, на более мелкие-мелкие, но только в самых конечных отделах сосудистой системы происходит обмен газа, то есть кислород в ткани, и не кислый газ из тканей в кровь. Только вот из самых тонких капиллярной сети. И особенность их такова, что они в буквальном смысле прорастают как маленькие корешки при вот такой вот супер медленной нагрузке. Это называется капилляризация мышц. Она имеет место и в мышцах работающих, то есть в данном случае в мышцах ног, ну, отчасти мышц торса. Вот. И в самом сердце. Вот. Может быть, у вас не хватает, хотя вот я говорю, меня немножко так... Почему я спросил про пульс? Потому что чаще всего это если пульс высокий. Вот. Может быть, у вас, именно ваша особенность такая, что у вас пульс панно невысокий. Да, то есть мы говорим, средний показатель пульса панно или вот анаэробного порога, это 170 ударов в минуту. Но у кого-то бывает 178-180, у кого-то бывает 160. Как правило, у более возрастных спортсменов он ниже. Вот. Я не спросил у вас о возрасте. Судя по голосу, возраст достаточно молодой. Но вот попробуйте сделать так, что, допустим, если вы тренируетесь 4 раза в неделю, два из них, может быть, самых коротких пробежки, делайте прям вот, как будто вам, не знаю, 70 лет. Ну, то есть представьте, вот 70-летнего бегуна, который бегун, то есть он не просто 70-летний пожилой человек, да, он человек, который бегает, вот он же бежит, так чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот. И, ну, не надо стесняться этого, я сам достаточно долго к этому привыкал, поскольку привык бегать там. То есть для меня 5 минут на километр это был такой вообще черепаший темп. И когда я вот перестал быть профессионалом, еще несколько лет продолжал бегать более вот близко к тому уровню, а потом, ну, сейчас бегаю очень медленно, и поэтому, когда бегу там именно вот 6 минут медленно, то говорю, что это нормально, что я тоже тренируюсь на этом пульсе. может быть еще такой вот хороший эффект, но он более острый, но аккуратно. Попробуйте делать короткие интервалки. Короткие я имею в виду по 10 секунд. То есть вы бежите 10 секунд с усилием 90% от максимума, и секунд там 50 или больше, прям трусцой-трусцой, чуть-чуть. Вот таких в тренировке 10 раз. Но опять же, это немножко вопрос тренеру. Это такой вот интенсифицирующий анаэробный обмен. То есть это развитие не... Чему не надо бояться 10 секунд быстрого бега? Если аритмия не возникает, то сердце не успевает перегрузиться за такой период. Если только при условии, что вы даете большой отдых. То есть 10 секунд это так называемый анаэробный аллоктатный режим энергоснабжения или креатинфосфатный, когда не успевает все перегрузиться, и если вы за время отдыха между ними, ну это такая тренировка там можно раз в две недели. Если вам понравится это, и ощущение будет хорошее, вот именно на следующий день или через день легко вам будет, то значит этот метод работает для вас. Но основное это вот прям не бег в диапазоне 120-140, а бег в диапазоне 120-125. И он позволит, может быть, ну, да, пойти улучшать свое состояние вот в том плане, вот, что бодышка. Кстати говоря, по дыханию еще, если вам тяжело, попробуйте вот это, на медленном таком беге еще и рот держать закрытым. то есть прям дышать только носом, он такой будет достаточно непривычно сначала. Вот, мы даже вот сейчас на кемпе, я был когда в Благовещенске, мы даже одну тренировку сделали, взяли малярный скотч, заклеивший, вот, и бежали целых, по-моему, 30 минут на бежание, 35. Потом все прибежали, все добросовестно добежали, не сняли скотчем малярным, но я сказал, что в принципе он был просто для того, чтобы у вас не было соблазна что-то сказать друг другу, побегу. А так у него нет необходимости, если сам дисциплина позволяет дышать только через нос, вот, то есть дыхание через нос, оно уже ограничено по объему, по потоку воздуха, вот, и оно будет заставлять вас так подспудно тоже темп держать низким. Попробуйте вот это. Леонид, тут вопрос от Галины Солоницыной. Где в Москве можно протестировать и замерить сердце, чтобы было тестирование с нагрузкой, чтобы можно было оценить реальные ресурсы? Ну, места много в Москве, вот, мы рекомендуем 3Systems, потому что я как бы ребят знаю, и у них оборудование современное, отношение очень такое, внимательное вот именно к результатам измерений, плюс у них есть, точнее, они дают нам ученикам школы бега скидку там в свою промокод, вот, но это так дополнительно, вот, а так есть, конечно, еще инновационный центр олимпийского комитета, вот, он подороже чуть стоит, есть в Крылатском Смот-рекавери, ну, то есть, в Москве мест много, пускай наверное, можно через тренера это решить, она же у нас тренируется, поэтому мы здесь, тут нюанс такой еще, важно, когда вы сделаете в одном месте, лучше все последующие разы делать там же, в том же оборудовании, потому что оно имеет свои особенности, свои, ну, грубо говоря, взвешиваться на одних и тех же весах, то есть, если вы взвешиваетесь на одних весах другом, другого раза на других, они могут чуть-чуть отличаться, показания эти, вот, и поэтому если уж выбрали одно и делать все время там, а то будет вот это сравнение с предыдущими измерениями будет немножко добавлять погрешности. Спасибо. Следующий вопрос от Марины Трояновой. У меня результаты ухудшились резко после 45 лет. Пока не могу вернуться к ожидаемым результатам. Год с собой договариваюсь. Уже лучше, но вопросы к себе есть. Мой результат сегодня меня демотивирует. как с этим справиться ваш опыт? Да, знакомый. Правда, после 45 мне не упали, потому что, не упали, просто потому что я перестал тренироваться на том уровне. здесь вот, ну, видите, я даже не слышу этого вопроса, я сказал уже в конце своего выступления, что как раз вот 45 это такой вот некий уровень, когда естественное снижение уровня гормонов просто вызывает два момента. Первое, снижение восстановления, скорость восстановления между тренировками, и второе, снижение силы. выносливость так особо сильно не падает, но сила падает, и поэтому, особенно если вот силовой компонент в беге превалирует, то есть отталкивания, то и результаты упадут. Я, кстати говоря, вот, ну, мне 55 лет, но я последний раз пробежал Комрадс, собственно, два раза я бежал в статусе любителя, в 14 и в 15 году. Мне было 45-46 лет, и после этого, ну, как-то не получалось там съездить, потом ковид, сейчас это, и вот сейчас меня зовут ну, минимум двое хороших друзей, давай пробежим, соберемся. Вот, я долго, я очень размышляю, стоит ли мне замахиваться на это, хотя так эмоционально это рвется, душа хочется, да, но с другой стороны, я думаю, что это так будет дорого стоить для организма. Вот, возвращаясь к вопросу, Марины, если мы говорим о результатах на длинной, на свердлинной дистанции, то есть, марафон там, или, может, даже полумарафон кому-то, то я бы еще рассмотрел вариант снижения дистанции основной в году вот как раз более быстрому бегу. здесь я предлагаю ей, может быть, с тренером, то есть, вот, тренер Дима, по-моему, у нее, и сам, то есть, мы втроем можем сделать совместное общение и обсудить это более конкретно, детально. Я согласен, что требует внимания это, что, когда договариваешься с собой, то это тот самый случай, о котором я сегодня говорил, что когда несколько серий таких вот обескураживающих результатов, она заставляет задуматься, а то ли я делаю или не то. Но мне, вот, например, позволило сохранить достаточно высокий уровень выступлений в момент, когда вот застой такой явный. Чуть изменения небольшое в тренировочном процессе. То есть, но здесь вопрос тренеру будет тоже, потому что тренер же знал, какие были тренировки. И вот прямо изменить чего-то, отойти от шаблона, который был ранее, условного шаблона, который использовался тренером в строении плана, и добавить прям другие средства тренировки. Опять же, это мы можем сделать в рамках взаимодействия между мной и личным тренером. лучше не смогу ответить. Не знаю тонкостей. Спасибо. Так, и последний вопрос у нас тут Сергей спрашивает, при переходе с бега на пятку набег на переднюю часть стопы кроссовки с каким дропом нужны и сколько времени уйдет на адаптацию новых мышц к нагрузке. Понятное дело, видите, я же говорил, что индивидуальности мы все, у нас программа техники бега, ПТБ, которая в школе бега, она рассчитана на 12 недель. То есть, это условный такой вот период, который большинство наших учеников успевали все это перестроить свои. Но на самом деле я, когда проводил семинары, мастер-классы для бегунов, я всегда говорил, что это индивидуально в редких случаях бывает быстрее. 6-8 недель некоторые перестраиваются, это именно изменить стереотип паттерн бега. А когда, насколько быстро мышцы приспособятся, зависит, ну, в первую очередь от возраста, чем старше человек, тем дольше это потребуется, и от того, как вы упражняетесь. То есть, когда вы делаете нагрузку беговую, именно беговой объем, снижаете и сопровождаете это силовыми и легкими прыжковыми упражнениями, происходит гораздо быстрее адаптация. Ну, не гораздо быстрее, а просто быстрее. Она как бы правильнее. То есть, вы не давая большого объема бега, даете специфическую нагрузку, которая вот как раз адаптирует те мышцы, которые по-другому работают. Допустим, микроножные мышцы работают в любом случае, хоть с пятки, хоть с передней части бежишь. Но когда с пятки бежишь, человек при приземлении слегка скорость сбавляет свою, гасит за счет удара, вот, приземление впереди колена. Соответственно, чтобы ему ее поддержать, он инстинктивно сильнее проталкивается стопой. Это называется концентрический режим. когда мышца сокращается, то есть она напрягается и сокращается, ее длина укорачивается. Вот. Когда начинаем бежать с основкой стопы под колено с акцентом на переднюю часть, то в этот первый момент, то есть после первого касания и опускания и последующего на пятку, мышца работает в эксцентрическом режиме. То есть она сокращается, но ее длина увеличивается чуть-чуть там на миллиметр. И вот это вот чуть-чуть сложнее мышцы. Представьте, она сократилась, а длина ее увеличилась. Две силы противоположные действия для волокна. Вот из-за этого забитость, боль. И здесь важно, что, во-первых, когда это возникает, если она больше трех дней не проходит прямо или усугубляется, то нужно шаг назад нагрузки сделать. То есть отойти от программы и сказать тренеру об этом, чтобы он должен сбросить. Ну и плюс все вот эти процедуры, там, валик, контрастные процедуры, чтобы улучшить кровообращение, чтобы ускорить этот процесс. И, кстати говоря, после тренировки сразу, еще, я вот редко что-то об этом говорил, хотя знаю. После тренировки, если что-то болит, вот именно мышечная боль, лед на пять минут. Лед на пять минут вот и позволяет очень американцы активно использовать лед. Ну, такой вот пакет со льдом. Вот. А что касается дропа. Понятное дело, идеальный перепад это нулевой, но если был перепад там 12 миллиметров, большинство кроссовок таких вот, особенно 5-6 ранние летние давности были, то уменьшать лучше, конечно, постепенно. Постепенно как это? То есть уменьшать на пять миллиметров. Если есть возможность такая подобрать следующую пару беговую поменьше, то вот брать поменьше. Потом через одну пару вы придете там ближе или через две нулевую. Либо другой вариант это купить сразу с нулевым дропом и вводить ее прям малым арсеналом. То есть использовать минимум две пары придется. Одна та, которая привычная многие мышцы и другая с нулевым. Типа алтро или какой-нибудь Мерел. Мерел, кстати, есть 34 миллиметра. Другое дело, что у нас их не всегда купишь. Ну, если заморочиться, можно купить с пересылками вторичными из-за рубежа. Вот. Но я вот опять же вот буквально опыт двухнедельной давности ребят, я привез кроссовки Вива на кэмп в Благовещенск и предложил всем желающим в них побегать. Но сразу сказал, что у кого будет прям вот или больно в стопах, сразу переобувайтесь обратно. или у кого-то может быть икроножки забиваться там через день, через два, через три, то откладывайте в сторону Вива, бегайте в обычных. Вот. И на мое удивление, наверное, ну, сколько я, 12 пар привез, 12 человек только 5. Ну, через две тренировки переобувствуют свои, а остальные точно вам нормально? Нет, не нормально, хочется бегать в ней. Вот. На самом деле правильный подход это вот где-то начинать первую неделю 10% буквально. То есть одну тренировку самую короткую пробежать в обуви с нулевым перепадом, не обязательно минималистической, а с нулевым. Именно, чтобы мышцы почувствовали, каково это. Потому что когда мы, понимаете, что поставили надеть обувь, которая на миллиметр, что на сантиметр, пятка ниже, чем была, соответственно, мышца функционально стала длиннее. Она так-то такая же, как и была. Но она положение принимает более длинное. И, соответственно, в момент средней фазы опоры в нагрузке она тоже испытывает большее натяжение. Если мышца икроножная забьется и будет менее эластичная, тогда эта нагрузка падает на ахиловое сложение. по цепи еще более плохо, потому что ахилка заболит, уже придется вообще прекращать бегать, пока она не пройдет. Поэтому здесь вы прислушаетесь к своим ощущениям и если у вас тренер есть, обязательно делитесь с ним, чтобы тренер тоже был в курсе и, соответственно, говорил, что делать и мог снизить нагрузку. А то он вам будет давать план тренировок, а вы будете добросовестно выполнять, а состояние будет усугубляться. То есть это вот должно быть такое взаимодействие и давайте уж я просто пример привожу. Вот свиво, мой опыт, когда я был подготовленный к такому, хотя уже закончил бегать, по-моему, 43 года мне было, 44, в 13-м году. Мне где-то год потребовался на то, чтобы полностью я вот себя не испытывал негатива. Я пробежал, кстати, комрад в них, правда, на комрад забил оконожки, но 90 км это не шутка. Но год, причем я и бегал и ходил, но поскольку я особо амбиции на высокий результат не имел, то я спокойно мог позволить себе просто снизить нагрузку. То есть если я бегал там, грубо говоря, от 10 до 15 км у меня средняя длина тренировки была, я заболел, я делал там 7. То есть в два раза меньше, чем самая большая и на треть меньше, чем самая короткая. И у меня, ну, год вот где-то я к этому ушел. Но здесь не забывайте, это не просто любым перепадом, а это минималистическое. Ну вот настройтесь на такой период, понимаете, как, ну, просматривайте это как такая вот, вы инвестируете в себя, вы перестраиваете себя на более правильный режим работы вашего опорно-двигательного аппарата. Хотя в мягких с амортизацией, с стабилизацией, с поддержкой комфортнее. Здесь каждый выбирает сам. Если больше нет, у нас уже один час десять минут, эфир занимаем. Я думаю... Все, спасибо, Леонид, большое. Вопросов на сегодня я не вижу, по крайней мере, больше нет. Все, тогда спасибо за внимание. Попробуйте телеграм-канал ученики школы бега. Леонида Шлицова будет иметь доступ льготный, скорее всего, бесплатный, поскольку вы... Мы стараемся с вами поделиться всем, что есть в моей голове, не только в моей голове ваших тренеров. Если же вы хотите просто попробовать почувствовать это, то подписка позволяет вам потребить эти знания на ограниченном масштабе. с вами, что вы хотите, чтобы вы не пропустить джинсер, если вы не пропустили, то, что вы не пропустили, что вы не пропустили. Спасибо.